Этот древний город поражает своей историей, культурой, архитектурой, своим настроением. Тысячелетняя история и современная культура делает этот город неповторимым, ведь речь идет о городе более древнем, чем многие государства нашего мира. Сейчас находимся в городе Стамбул, и это один из самых больших городов в мире. Население по официальным данным около 16 миллионов, но неофициально здесь проживает около 22 миллионов человек. Это трудно представить, но это огромнейший мегаполис. Уникальность этого города в том, что это единственный город в мире, который разделен на две части. На Европу, вот там мы видим европейскую часть, и на Азию. Мы сейчас находимся на азиатской части, и разделяет этот город Босфорский пролив и соединяет Черное и Мраморное море. Этот древний город своим существованием разделяет и в то же время соединяет Запад и Восток, Рим и Византию, Европу и Азию, христианство и ислам. Сейчас мы находимся на площади Султан Ахмед. С этой площади открывается очень красивый вид на Голубую мечеть и на мечеть Айя-София. Площадь Султан Ахмед является главной площадью Стамбула. Этот старинный город невозможно описать или передать его характер несколькими словами. Стамбул одновременно и стар, и молод, слишком активен и спокоен, одновременно светлый и темный, агрессивный и дружелюбный. Сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы насладиться этим уникальным древнейшим городом мира. Это одно из красивейших зданий Стамбула. Является символом города Стамбул, одним из символом города Стамбул. Называется Голубая мечеть. Голубой она называется, потому что там внутри она сделана из красивых сине-белых изразцов. И свет из этих куполов падает так, что создается такая красивая иллюзия синего цвета. Ее построил Султан. Проиграв все войны, он решил как-то оставить после себя такую память и решил воздвигнуть что-то очень большое и грандиозное. И вот и получилась вот такая вот красивая большая мечеть. Голубая мечеть расположена на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры. Субтитры создавал DimaTorzok Мечеть Айя-София была построена более полюбора тысяч лет назад и принадлежала трем разным религиям. На данный момент является мечетью и отличается своим интерьером и архитектурой. Более тысячи лет была самой большой христианской постройкой в мире. При входе в мечеть нужно оставить обувь в ячейке. Для мужчин и женщин существуют разные входы в разделенный зал. Собор Айя-София был построен 15 веков назад по приказу византийского императора Юстиниана. На греческом языке София – это мудрость, то есть это собор мудрости Божией. На строительство ушло 130 тонн золота, что составляло три годовых бюджета страны. Мрамор разных видов везли из разных уголков мира. В соборе Айя-София произошли события, которые дали начало раскола церквей на две ветви – католическую и православную. Это место, которое впечатляет и захватывает с первого взгляда. На сегодняшний день в Стамбуле насчитывается более 3000 мечетей. Кроме шикарных дворцов и монументальных храмов, в Стамбуле есть множество прекрасных и многогранных улиц. Прогуливаясь узкими улочками, поднимаясь крутыми лестницами и петляя между разными домами, мы постоянно попадаем из древнего мира в мир современный. Здесь можно встретить все цвета, проникнуться всеми чувствами и испытать все характеры жизни. Окунувшись в городской мир Стамбула, можно увидеть множество крошечных кафешек, столовых, ресторанчиков. На улицах подают жареные каштаны, можно купить выпечку, овощи, фрукты, разные турецкие сладости и, конечно же, кофе. В Турции особенный кофе, вот, как вы знаете, его готовят на углях и особенный лето в приготовлении. Это просто нереально вкусно. Я сейчас в какой-то раз попробую. Это без спорта, но не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Кофе по-турецки не зря называют одним из самых вкусных в мире. Турецкий кофе – это не сорт зерен, а способ его приготовления. Улица Истекляль является одним из самых популярных мест среди туристов. На улице расположены магазины известных брендов. Здесь вы можете купить не только одежду или украшения, но и зайти в лавки с сувенирами и сладостями, посетить множество уличных кафешек. По улице курсирует исторический ретро-трамвайчик. Многие здания, расположенные здесь, представляют собой памятники архитектуры. Улица наполнена необыкновенным колоритом жизни и движения. Это место захватывает своей энергией. Пройдя от площади Токсим вниз по улице Истекляль, мы попадаем к Галатской башне. Галатская башня Галатская башня имеет многовековую историю. Каменную башню построили в 1348 году в качестве оборонительного сооружения. Тогда ее называли Башня Иисуса. В разные времена она выполняла различные функции. Была маяком для кораблей, пожарной башней, обсерваторией и даже тюрьмой. Галатская башня пользуется большой популярностью среди туристов. С нее открывается прекрасный вид на Мраморное море, на бухту Золотой Рог и на Стамбул. Галатская башня Сеть городского транспорта Стамбула обслуживает 20-ти миллионный мегаполис и состоит из автобусных маршрутов, различных линий рельсового транспорта, фуникулера, а также паромов. Здесь есть железнодорожная линия Мармарей, названная в честь Мраморного моря. Проходит по подземному туннелю на глубине 60 метров под проливом Босфор. Это второй в мире по глубине железнодорожный туннель после японского. Для того, чтобы пыла удобнее пользоваться транспортом, там в Стамбуле мы купили такие «Истанбул карты» называется и она стоит всего лишь 10 лир. Ее пополняем. 10 лир, 10 лир, 10 лир, 10 лир, 10 лир. 10 лир, 10 лир, 10 лир, 10 лир, 10 лир. Если вы в течение часа едете, она будет дешевле. То есть чем чаще вы ездите, тем будет дешевле стоимость проезда. Очень классная карточка. Прогулка по Босфору – это всегда незабываемое путешествие. Переплыть пролив можно на рейсовых или туристических паромах. В Стамбуле множество больших и маленьких причалов, между которыми по расписанию постоянно курсируют рейсовые катера. Среди них общественный транспорт, скоростные морские автобусы, доставляющие и перевозящие множество пассажиров, а также паромы для легковых автомобилей. Босфор – пролив между Черным и Мраморным морем. Он разделяет Стамбул на две части – Европу и Азию. Это очень важный пролив, так как обеспечивает доступ для судов из Черного моря к Средиземному, а оттуда уже в Атлантические и Индийские океаны. Это самый загруженный пролив в мире. Под дном пролива Босфор располагается уникальное строение – туннель Евразия, который соединяет две части Стамбула. Туннель расположен на глубине 106 метров, что делает его уникальным. Общая протяженность – 14 километров. Примечательно, что более 3 километров автомобили проезжают под дном моря. Туннелем пользуются более 100 тысяч автомобилей в сутки. Сегодня мы находимся на одном из самых древних, самых больших крысых рынках в Гранд-Базаре. Гранд-Базар находится в старой части города и занимает площадь более 30 тысяч квадратных метров. На 66 улицах базара расположены более 4 тысяч магазинов. Ежедневно его посещает свыше полмиллиона человек. Внутри располагаются рестораны, источники, мечети, жилые дома. Ассортимент продаваемых товаров чрезвычайно велик. До середины XIX века он был центром работорговли. Стамбул считается столицей торговли. В каждом из 39 районов города располагается множество базаров. Рынки – это то, ради чего многие столетия, миллионы людей навещают этот исторический город. Никто не может устоять перед роскошью восточных ароматов, красок и изобилия. Рынки Стамбула – это своеобразный мир, в котором можно найти все, что душа пожелает. Рынки Стамбул Сегодня мы обедаем под знаменитым Галатским мостом в ресторане и решили попробовать рыбку в лаваше. Галатский мост – это разводной мост через бухту Золотой Рог. Мост представляет собой двухэтажную конструкцию, на первом этаже которой расположена прогулочная зона и рестораны, а на втором этаже осуществляется автомобильное и трамвайное движение. Парк Гюльхане – это одно из любимых мест для прогулок местных жителей и туристов. В переводе с турецкого название звучит как «Парк Рос». Большой, тенистый, с фонтанами и многочисленными скамейками, он спасает от изнуряющей жары летом, а весной поражает великолепием тюльпанов. Из парка открывается красивый вид на бухту Золотой Рог и Мраморное море. Во время Оспанской империи парк Гюльхане был территорией султанского дворца, и только султан и придворные могли гулять по нему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стамбул – это город, который невозможно описать словами. Его можно почувствовать и полюбить. Это город, уезжая из которого, чувствуешь, что частичка тебя осталась там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова